Привет, мои дорогие подписчики и те, кто в первый раз у меня на канале. Вас я очень рада видеть. Меня зовут Лена и сегодня... И сегодня у меня на канале будет видео, но я думаю, сейчас, если вы начинаете смотреть это видео, вы уже поняли, о чем будет это видео. Так, правильно, в этом видео я хочу вам показать свою оформленную работу, которую я сегодня, 18 числа, 18 августа 2017 года забрала из багетной мастерской. Конечно, можно было бы предположить, что возможно, а вдруг это маяк на рассвете. Нет, мои дорогие, это не маяк на рассвете. Маяк на рассвете будет чуть-чуть попозже. Это замечательная рыбацкая лодка от фирмы Панна, которую я вышивала еще в июле, будучи на даче. Вот, значит, напоминаю, эту работу я вышивала в папе в подарок на день рождения. У папы подарок будет ровно 22 числа, 22 августа, потому что 22 августа у него день рождения. А у меня, кстати, 22 июля. О, как! Спустя, как говорится, месяц после моего дня рождения. Вот так вот она выглядит сзади. Ну, собственно говоря, все как обычно. А вот так вот она выглядит спереди. Я надеюсь, что никакого искажения цвета не будет. Я сразу хочу извиниться, девчонки, пожалуйста, не ругайтесь за то, что я показываю работу, которая оформлена и закрыта пленкой. Поймите меня правильно, это подарок на день рождения папе. И мне не хочется ни в коем случае стекло заляпать. И как-то хочется, наверное, сохранить ее в самом таком первостепенном чистом виде, как только я ее получила в багетной мастерской. Возможно, есть такой вариант, когда папа уже повесит, когда я буду, когда он эту работу повесит, я надеюсь, что он ее все-таки повесит дома. Вот, я приду в гости и сниму эту работу, как она, сниму маленькое видео, как эта работа выглядит на стенке уже. Ну, я надеюсь, что так будет. Поэтому, девчонки, пожалуйста, не обижайтесь. Ну, все-таки это подарок. Это не моя работа, собственно говоря, если была моя работа, может быть, я бы, допустим, сняла бы пленку. Я не хочу. Хочу папе ее преподнести вообще в первоначальном. Как только выдали на багетке, в багетке, вернее, так я хочу вам ее показать. Вот. Ну, вроде все сказала. Вот так вот выглядит эта работа. Она в рамке такого, знаете, светло-голубого цвета. И мне кажется, что это светло-голубой цвет с таким вот легким металликом. Ледненькая, малюсенькая имитация по спорту. Вот такого вот серебристого цвета. Мне очень понравилась эта рамка в самом вообще начале, как только я ее увидела. Как бы была такая мысль, вроде бы, и сделать с паспарту, но потом как-то я ее сразу отсеяла. Во-первых, с паспарту, мне кажется, было бы дороже. Сумма была, я уже говорила, сумма у меня была фиксирована, скажем так, на руках. Вот. Да, я думаю, паспарту, кстати, здесь не очень бы хорошо было. Вот эта рамка мне очень понравилась. Там девочка оформляла, которая оформляла все мои работы. Последний из них это Барвистова шиванка и Ночной город. А до этого она оформляла, как вы помните, этот живописный маяк. Что она еще оформляла? Львов и жирафов. И еще рапс она тоже оформляла. Ну, вроде все. Вот. Так что эта девочка мне очень нравится. Она замечательно, замечательно оформляет. И я специально иду уже только к ней. И я думаю, что и с маяком на рассвете я тоже пойду к ней. Вот. Оформлена аккуратно. Стоимость не очень большая. Где-то, наверное, 1200, наверное, там где-то с копеечками. Ну, собственно говоря, не очень много и как бы не очень мало. Вообще я довольна. Я сегодня съездила за ней, забрала ее. И, кстати, 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 вместе с поездочкой в багеточку, да, я еще приобрела вот такой маркер для канвы, который смывается. Потому что у меня два маркера уже есть, но они какие-то такие все дышат уже, короче, последним дыханием, наверное. Скоро засохнут совсем. Ну, так вот. Так, мои дорогие, что я хотела бы вам сказать? Я очень рада, что я оформила, что я ее забрала. Конечно же, я надеюсь, что моему папе она понравится. Обязательно постараюсь все-таки снять видео, как она выглядит без пленки, когда папа ее наконец-то повесит на стену. Я надеюсь, что он повесит, потому что я точно знаю, что одна работа не висит на стене, которую я тогда подарила маме. Ну, последняя самая. Вот. Так, что могу сказать? Ну, вот так вот при более ближайшем рассмотрении я могу сказать то, что работа натянута очень-очень-очень хорошо, как обычно. Все аккуратненько. Я ее только постирала и больше я ничего не делала. То есть я даже не гладила. Ну, вот. По-моему, не гладила. Не знаю, или гладила, не помню. Ну, в принципе, можно и не гладить, потому что они натянуты. Эта работа так там даже, собственно говоря, гладить не надо. Вот. Ну, примерно вот так все выглядит. Почему говорю примерно? Потому что в данный момент она в пленке. Обязательно покажу вам без пленки. Самое главное не забыть. Потому что в последнее время, блин, даже не то, что в последнее время, а вообще иногда что-то забываем. Очень хотела показать вам. Я очень рада. И, естественно, еще раз хочу сказать, я надеюсь, что мой папа будет тоже очень доволен и ему понравится. И я хочу вам сказать спасибо большое вам за то, что вы были со мной тогда, когда я вышивала эту работу. Ваша поддержка мне действительно была очень-очень кстати. Но этот процесс мне понравился вообще просто очень-очень сильно. Панна действительно неплохая такая фирма. И процессы вышивания этой фирмы, процесс вышивания этой работы, этой фирмы, он шел вообще на ура. Так, мои дорогие, еще разочек вот так вот подниму, покажу вам. Вот так вот выглядит подарочек моему папе на день рождения. Очень рада, наконец-то забрала эту работу, потому что должна была вообще забрать ее 16-го, но забрала сейчас. А какая разница? Самое главное, что до даты забрала. Ну, вот так вот выглядит эта работа. Еще раз хочу сказать, мне она очень-очень-очень сильно нравится. Оформление мне тоже очень нравится. Такая легенькая, все-таки, имитация паспарту. Как-то мне это понравилось, наверное, еще потому что, когда я оформляла барвисту, мой сказочный вот этот домик, там тоже такая рамка с имитацией паспарту. Ну, там, конечно, больше имитации паспарту, чем здесь, но как-то это все-таки, ну, не знаю, эта рамка мне очень подошла. Я говорю, она мне понравилась. Не то, что по мне подошла, а по работе. И она мне очень понравилась. В общем, я думаю, то, что папе понравится, надеюсь, вам тоже понравилось. Так, мои дорогие, всем большое спасибо, что были у меня на канале и посмотрели это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, добавляйтесь в друзья ВКонтакт, в Одноклассники, и подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Там всегда все самое свеженькое и интересненькое. Всех люблю, всех целую, и будьте живы, здоровы, будьте счастливы. А мы с вами увидимся уже в других моих видео чуть попозже. Всем пока-пока!